Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Стоуншерд, это приключение пироманта. Сегодня я хочу навестить лагерь разбойников, ведь опять не везет с дождем. И кстати, когда я возвращался домой, я встретил медведя. Медведя я убил, даже несмотря на то, что шел дождь, и со сниженным уроном удалось его убить. А потому что я нашел еще капкан в лесу. Ну и купил на вырученное средство от шкуры медведя новое колечко, золотое рубиновое кольцо. Еще плюс энергии, плюс сила магии, плюс сопротивление огню. В общем, сейчас у нас все топово, прям 136% сила магии, плюс 60% сила пироманта. Это просто огонь. Ну и как я обещал, сегодня изучаем новое умение. Тут уже очень дорогие умения пошли, в плане затрат. Энергозатрат по 21 энергию, 22 энергии. Итак, магмовый дождь. Проливает магмовый дождь на небольшую область, нанося 13 урона огнем и поджигая некоторые клетки. Оставляет после себя лужу магмы на 10 ходов. Нахождение в магме наносит 4 урона огнем с 5% шансом. Воспламеняет и дает минус 6 сопротивления огню каждый ход. Хорошая вещь. Так, испепеление тушит горящего врага, вызывая мощный взрыв в небольшой области. Взрыв наносит 24 урона огнем и шансом поджигает каждую цель на 24 хода. Ну, это такое ситуационное на самом деле заклинание, потому что не каждый раз мы поджигаем кого-то. Я думаю, что магмовый дождь я возьму. Это просто будет круто. И проверим его сегодня. Так, все, взяли. Ну и норм, можно отправляться в путешествие, только я посплю, потому что должен дождь пройти, плюс все должно просохнуть. Я тоже должен просохнуть. Все, купил мяска. Не хватает мне денег на окорок. К сожалению, придется сейчас поформить как раз бандитов, если получится вообще. Не факт, что получится, потому что их там очень много. Так, осторожненько, где-то тут уже лагерь. Как раз на северо-западе от лагеря нашего, от базы, от деревушки. Так, где же он там? Все, нашли. Нашли лагерь. Ну что, попробуем дождь там. Надо бы его во врагов сразу пускать. Так что нам, ленечка, подождать, пока подойдут. Что-то не хотят они подходить. Ну ладно, пока такими шарами. Надо, чтобы они скучковались. Собака бежит. Еще неподозревающая, что ее ждет. Какая мучительная смерть. Так, а где остальные-то? Вон они. Так, спокойно, ребята. Спокойно. Все хорошо. И не хотят они кучковаться никак. Дайте только повод, чтобы применить дождик. По-моему, это он. Ух ты, фига себе. Нормально. Так, ну ладно, этого мы так убьем сейчас. Наверное, сам сгорит. Там еще собака ведь. Альбинос какой-то. Так, ну и около этой лужи можно было потанцевать. Чуток. Но она, к сожалению, иссякла. Похоже, что мы зачистим этот лагерь. Мне интересно, какой там лут. Есть он там вообще или нет. Это мы сегодня узнаем. Так, ладно. Хорош. Далековато. В самый раз. Отлично. Там еще идет. Нет, олень просто зашел случайно. Лось еще. Отмычки. Пригодится. Куртия пока заберу. Так, ты что, один, братишка? Нет, это не один. Так, кто там еще? Не видно ни хрена. Ну, наверное, дождь пока не буду пользоваться. Уж очень у него затратный. Так, что он у меня, 51%. Можно шмалять тогда. Все. Ну что, это все или не все? Никто не знает. Пока бился, я аж проголодался. Чуток. Так, кушаем. Пошли проверим, кто там еще есть-то. Это было... Слишком было бы легко, если бы это было все. Неужели все реально? Да, похоже, что... Больше никого нет в лагере. А жаль. Так, лосяша можно, в принципе, не убивать. Только один сундук, что ли? И костер, да? Маловато лута, на самом деле. Так, городские перчатки. Ну, такое себе. 45 монет и нефрит. Ну, хоть что-то. Вот и все, зачистил этот лагерь. Раньше я этого сделать не мог. Не хватало силенок. Но сейчас появилась мощная магия, так что... Ладно, что, пошли к старейшине тогда. Еще один квест попросим. Ну что ж, удалось выручить 200 золотых. Даже без учета нефрита, который я еще не продал. Зато мы сможем купить окорок. Желанный товар. Пошли к старейшине. Побеседуем. О жизни. Так, я не прочь подзаработать. Пока на примете только один контракт. Тайна старого склепа. Да, интересует. Есть у меня к тебе одно дело. Недалеко от Озбрука стоит бог весь, когда выстроен их склеп. Безлюдная усыпальница. О нем всегда слала дурная слава, но в последние пару лет там и впрям творится какая-то чертовщина. Кто туда не пойдет, назад уже не возвращается. Узнать бы что-то мой виной. Ты, я гляжу, человек надежный и дело свое знаешь, коль со остальными нашими бедами справился. Отправляйся в этот склеп и выясни, кто там притаился. За наградой дело тоже не постоит. За контракт плачу в четверо больше. Ух ты, хераси, а в четверо больше? Похоже, что серьезный квест. Согласится. Неделю дал, да? Так. Ну давай попробуем. Так, вот этот товар. Не фриз, забирай. И все. Можем пойти. Так, медовуху возможно продам. Что-то у меня вообще. 73% рассудок. Так, ну че ж, я думаю, что сразу стоит идти в этот склеп. Хотя сейчас уже скоро ночь. Наверное. Да, сейчас до утра посудим, тогда и пойдем. До трех ночи. Я думаю, будет норм. Ну-ка, че у нас там? Пища есть. Водичка есть. Все есть, можно отправляться, да? Так, это склеп, который как раз с запада. Да, вот он на западе. О, костер тут. Как раз вот мы это зачистили местом. Значит, три налево, один вверх. Так, возьму-ка я с собой еще дополнительно мази. Два комплекта отмычек, я думаю, хватит. Плюс еще один вот на одно использование. И, в принципе, все. Зелье и селения у меня есть. Все хорошо, пищи тоже хватает. Ну и для морали тоже возьмем медовуху. Если что, выбросим. И такая уж и дорогая вещь. Так, значит, три сектора на запад, один на север. Понеслась. Так, вот уже и засада какая-то. Не повезло вам, ребятам. Так, давайте магмовый дождь вот сюда вот. Он не вступает, да? В эту лужу правильно делает? Умные слишком эти здешние бандиты. Так, ну что делать-то? Давайте постреляем пока. Собаку так завалим. Бедный песик. Ух, собака. Укусила меня. Все, больше никого. Какие-то нищеброды. О, вот еще. Это второй сектор, если что. Надо еще один пройти. Так. Нет, не заходит он. В эту лужу собака. Ух ты, как он умеет. Так, ладно. Это осложняет дело, он меня ранил. Травма торса. Обидно, конечно. Ну что поделать-то? Вот так вот. Скотина. Смотрите, что происходит. Это ж пипец. Не зря я взял дополнительную мазь. Так, ну остальное, может, само заживет как-то. Фиг его знает. Так-то оно заживает, но очень... Не быстро. Бляха, еще волки. У вас мне только не хватало тут. Волчья шкура. На обратном пути заберу. Нефиг сейчас место занимать. Вроде бы еще один волк бежал, нет? Так. Точно. Нельзя. Ладно, простой магией завалю. Было бы ради кого тут напрягаться. Странно, что у волков нет броска. Две волчьи шкуры можно продать. Можно довернуться и полечиться заодно. Деньжат выручить чуть-чуть. Итак, мы уже подходим к месту назначения. В деревню я сгонял. Успешно продал шкуры. Взял еще мазь. Взамен потраченный. Так что... Всего должно хватить. Посмотрим, насколько сложное будет подземелье. Раз уж оно такое... Серьезное, как нам говорили. Так. А где оно? Вот. Так, все вроде хорошо у меня. Вонументаре там. Безлюдная усыпальница. Ну, понятно, что безлюдная. Чего бы она была людной. Ух ты, фига себе, новой твари. Вампир-жрица. Равный, значит, да? Ну, тут у них, конечно. Обращенная женщина занимает очень важное место в вампирских культах, пользуясь практически религиозным почитанием. Давайте почтем, раз так. Сразу же проклятие, да? Потерянная целью здоровья восстанавливает заклинатель. Ну, вот как. Прикольно. Ну, тогда соревноваться не будем. Вот так вот. Что там у нее осталось-то? Ммм, 50%. Неслабая тварюга. Ему все равно ее убьем. 2%. Нормально, а сгорит. И заодно уровень подняли. Так, я хочу все-таки проверить, качнуть восприятие. Разок. Так, где-то. Точность 90. Восприятие зависит дальность урона оружия дальнего боя. Мне вот интересно, дальность заклинаний тоже восприятие или что? Так, шанс попадания. Да, чуть-чуть увеличилось все-таки. Ну-ка, дальность. Тут, наверное, такого нет. Вот она, бонусная дальность, но что-то ноль по-прежнему. Ну, видимо, надо много качнуть. Слишком, чтобы... Ну, в принципе. Восприятие все равно полезно качать, потому что шанс крита, видите, увеличивается. Усильная атака или заклинание. Так что все это не зря. Возможно, это подземелье с первого раза даже не получится. Пройти, кто знает. Даже первый враг был такой... Непростой. Неплохо. Живете, товарищи. Так, я думаю, сейчас заходите все-таки, или... Давайте подождем. Вот так вот. Треться так бить. Это вообще, что за... Вампир неофит. Со счетом 37%. Ну, такое себя. Справимся. Пехотный меч. Так, я его поднял или не поднял? Чего-то не понял. 15 прочности. Ну, пока поносим с собой. Сразу же прыгод на второй уровень. Но я не хочу. Я сначала хочу посмотреть, что тут. Аквамарин. Взломать. Ух ты. Неопределенное зелень. Надеюсь, мы свиток найдем. Это что-то... Что-то интересное. Так. Некоторых торговцев. Росапьентаря и... Аметист. Очень богатые подземелья. Я на самом деле вот... Не понял точно механику. В каких случаях подземелье респается с нуля. В каких нет. Потому что бывало, что я возвращался в деревню, то есть зачистив часть подземелья. И потом возвращался. И тут все уже с нуля. Оно заново сгенерилось. То есть... Новые коридоры. Все по-новому. Ну... А бывало так, что зашел в город. Поспал. Вернулся. И тут все... По-старому. То есть непонятно пока. Как это точно работает? Надо будет спросить. Как-нибудь в дискорде. Ну что ж. Мулет. Интересно, с какими бонусами. Мне, конечно, свой-то... текущий устраивает, но... Может там получше еще будет. Так, взломать. Открыть. Еще одна вампирша. Здравствуйте. Как больше ничего. Может магнум выдушить на нее? Или не стоит? Тратится там. 50% ровно. Нормально. Сваливаем, пока она не повесила ничего на меня. Ой, мимо. Вот для этого воскресенье надо качать. Не идет она. Чего это? Чего это? Уж не... Не лечится ли она там? Пропала куда? Или я убил ее? Наверное, сгорело. А, ну может быть тут я пологу не увидел? Не знаю. Так. Гробы. Грудная клетка. Череп. Это все фигня. Так, вроде тут все, да? Ну что, уже поинтереснее. Уже поинтереснее. Какое-никакое разнообразие врагов. Так, поправила у левой руки в этот коридор. Что-то мне отмычек, наверное, не хватит. Но не хватит. Давно не встречал привидений. Вот в чем. Я думаю. Интересно, что автоатака некоторая рандомно по кругу делается. Это, наверное, свойство посохов. То есть как с плэшем. И по одной клетке бьет по всем соседним. Хотя тут отдельная атака вот эта вот бьет тоже по всем соседним. Так, давайте посмотрим, что тут. Алтарь опять. Это интересно. Так, забыл я этот брудюк дополнительно довезти. Зачем мне обезвреживать ловушку, я не знаю. Но пусть будет так. Так, снова нечестивый урон. Похищение здоровья плюс 15%. Так, скорее всего это только в атаках ближнего боя похищения. Там уж ничего не написано. Ну, оно еще быстро кончается. Ну да, в параметрах это есть. Шанс кровотечения это ерунда. Вот, похищение здоровья 15%. Урона ваших атак. Каких атак, непонятно. Нет, обычно пишут, если заклинание, то заклинание пишут. А тут... Просто атаки. Ух ты, здравствуйте. Это что-то новенькое тут. Вампир-осквернитель. Прям крутой. Опасно, слушайте. Обычно пишут равный, если уровень, то равный. Тут прям опасный. Наверное, уже стоит начинать волноваться. Хотя... Вместо босса, наверное, найти источник зла. Надеюсь, что это есть источник зла. Так. Все-таки отошел один раз. Это вот все-таки задело, да? Что-то там подыхаешь, нет? 49% нифига-то не подыхаешь. Что-то он ничего даже не успел сделать. Вот такой вот... Осквернитель, блин. Но у меня уже магия имбовая, так что... Чего удивляться-то, да? Это еще не финал. То есть там кто-то еще есть посильнее. Похоже, что... Так. Так, что там валяется? Серебряное колесо с аметистом. М-м-м... Почему сразу не два отображаются экипированных? Непорядок, непорядок. Ну, мое-то подороже будет. Хотя вот сопротивление нечестивому урону. Так, минус 3% время восстановления. Реген плюс 1%. Нет, наверное, не буду его брать, потому что... Так, энергия, сила магии. Тут у меня... Нет, ничего не буду брать. Такое себе кольцо. Мне сила магии больше нужна. И считаю... Голод. 25%. Ну-ка, пожнем. Можно довести до 30%. Где у меня там мяско-то было? Драктки. Так, больше ничего. Он не убил. Этот поворот. 7%. Обидно. Голову уронили. Ну, пока терпит. Так. О, что-то по-английски он щепечет. Разнес дверь, блин. Ай, меда-меда. Ух ты, хера себе. Алый штандарт. Ну, пожляка, почитаю. Это что, босс, что ли? Вампир-аристократ. Равный. Нет, не босс. Высокое положение знатных вампиров дает им право на благословение покровителя, которым они делятся со своими союзниками. Вот так вот, да? Создает указание клетки погробы стяг, а все вампиры в зоне вокруг него получают бонус к анонсимому урону, похищению жизни, шансу крита и времени восстановления способностей. А в каком радиусе? Наверное, в клетке рядом, да? Только. Ладно, не будем с церемонницей. Что-то он по-вампирски, короче, щебечет. Все это не просто так. Что-то у него осталось-то, блин. Было бы удобнее, если бы ХП отображалось еще каждый раз. Щелкать-то зачем? Непонятно. Я думаю, подойти или не подойти. Если он подойдет к этому алтарю, то будет не хуже. Так что я лучше сам подойду. Чего-то, наверное, сгорит уже. Так, оставим этот алтарь. Не хочу я к нему подойти. Было бы прикольно, если бы в этой игре можно было самому стать вампиром. Знаете, как? Какой-нибудь части свитков. Раз уж отошла речь об РПГ. Так, провел левой руки. Нас посылает вот сюда. Так. Повезло. Там босс всяко. Оп. Нет. Что с отмычками-то? Что-то не кончаются отмычки. Или это о чем взламывается? Непонятно. Так. Идем дальше. Здравствуйте. Что-то тоже новенькое. Да, это он. Аргонот благословленный. Вампир Ковенант. Очень, очень опасный прям. Огонь. Кажется мне капс, да. Ну-ка, давайте. Так вот. Сделаем для начала. Как-то надо свалить успеть. Но я, наверное, не успею ни хрена. Ну-ка, давайте попробуем. Пытка не пытка. Воспользуемся заминкой. Не хочет его найти, да? Что там на нем сейчас? Только горение. Только горение. Состояние конечности не показывает. Ну что, будет его найти, нет? Что-то ему совсем поплохело, походу. И сдох. Вот и все. Вот и весь босс. В общем, не понял я, что произошло. Тут вроде ничего не пишут такого. Скушаем. Откушаем чуть-чуть. Неопознанные ботинки. Кираса. Кладные перчатки. Кираса не помещается. Эх, почему я не рыцарь? В тяжелых доспехах. До хрена, короче, неопознанных вещей. Нашел на этот раз. Четбинты мне вообще не пригождаются. Вопрос, как поместить кирасу? В текущую. Надо сначала проверить, в общем, она дорога, нет? Четыре тысячи. Но прочность никакая. Меньше десяти процентов. Никакого знает. Неопознанные ботинки. Ладно, мне уже, в принципе, в этой игре деньги не нужны особо, так что я возьму неопознанные ботинки и... Латные перчатки. Кираса пусть тут валяется. Кхм. Во всяком, мы ее не продадим за дорого там. Половину оставлю тут. Зелье исцеления. Мне даже зелье исцеления ни разу не пригодилось. Такая вот игра. Ну и все, в принципе. Там еще одно зелье осталось. Шкафчики. Пошли еще поисследуем. Вряд ли что-то ужасное будет, но... Посмотрите, пожарный. Ну, хотя бы кроны. 220. Так. Вот эту нафиг надо выбросить. Эта штука убивает. Так, кроны 34. Здесь стакуются кроны опять. Один бинт. Уходит. Кость, кость, кость. Ну что, я с ним подойти. Меня там не убьет. Нет, не убивает. Это только для вампиров. Причем ведь и вечный. Вечный штандарт. Стоит, не прекращается. Что-то маленькое подземелье, на самом деле, для финального. Я думал, придется походить подольше. Даже обидно. Чуть-чуть. Пошли, может, я что пропустил. Ну, вроде бы все осмотрел. Да. Вроде бы, как бы все. Черт. Вот это плохо. Ой-ой-ой. По-моему, сейчас упыри могут грохнуть, пока я ухожу. Мне надо вправо идти, так что давайте правых упырей в первую очередь. Бляха. Толпу сейчас соберу за собой. Ладно, пусть они не скучкуются, может быть. Так, вот тут можно выйти. Некоторые меня, по-моему, потеряли там. Труп, что ли, жрет какой-то из них. Все, от грения может погибнуть. Нет, от дубинки, от посоха. Сейчас мы быстрое перемещение используем. Черт. Ой-ой-ой. Что-то они у них убиваются. Сразу-то. Лишний опыт не помешает. Убегает от меня. Да что, братишка? А, фиг с ними. Надо еще до деревни добраться как-то. Так, ну что ж, до деревни я успешно добрался, без приключений. На удивление, если бы кто-то встретился, я бы прокачал вот этот вот навык бы, испепеление, и проверил бы его. Но, к сожалению, никто не попался. Я думаю, мы его отдельно сейчас будем проверять. Когда пойдем в очередное путешествие. Так, ну-ка. Уже утро, в принципе. Уже утро, в принципе. Что спать-то пока? Просто сохранится. Так. Все деньги можно пока сложить. 50 золотых оставлю. Надо свитки еще покупать, да? Ну, я сейчас и денег выручу, в принципе, там за квест. Да ты отойди. Скотина такая. Надеюсь, стареешь, что она уже проснулся. Неплохой сегодня день, да. Это правда. Так, на кузнецов сначала продать. Все, это добро. Так, по чем ты берешь? 125, неплохо. А купец? Купца нет. Он идет уже. О, ты дешево берешь. Я думал, он ценит предметы такие. А он? Так, значит. Кирасу продаем, ботинки надо определить. Часа для интереса можно определить. Что там такое, в общем. Отмычки. Уберем. Так, серебряное кольцо. 83, да? Интересно. С одной стороны, это металл. Надо бы кузнецу продавать. А с другой стороны... Наверное, да, это все-таки. Не драгоценность. Если бы драгоценность, было бы написано ценность. Так, все, пошли к старейшине. Так, контракт выполнен. Ох ты, как он расщедрился-то прям. Даже все поместилось. Золотая брошь. Росапиентерия. Неопознанный предмет. Так, это у нас аквамарин. Грубиновые четки. 300 золотых осталось. Да, ну и надо будет еще и пиромантический драк-тракт найти последний. Который находится в домике ведьмы, которая находится где-то на карте. Но, блин, до нее надо добраться. Еще. Это надо карту исследовать. Наверное, целый эпизод этому придется посвятить. Так, 1741, да? Прошли за свитками. Такого купцата нет? Такого товара. Снятия чар. Нет, это все не том. Ух ты. Эликсир гвиннула. Голод, жажда, минус 100%. Все минус 100%. Просто имбовый эликсир, слушайте. Мне бы он тогда пригодился, когда, помните, еле-еле дошел до деревни. Буквально в дрова на соплях приполз. Эх. Где мои годы? Так, слишком много еды с собой взял все-таки. Не пригодилось все это дело. Среды к определению берем. Почему они там по 40? А, по 50, по-моему. Использовать на... Ага, прочность 20. Ну вот поэтому невыгодно. Пошли посмотрим, сколько... Нет, давайте пока сначала определим все вещи, потом уже посмотрим. Так, амулет. В принципе... Получше чуть-чуть, да? Энергия плюс 10. Неплохо. Так, окей. Далее, значит, у нас зелья еще. Две штуки. М-м-м, зелья ослабления. Хм-м, прикольно я его распознал. Потратил бабло. В принципе, кому как не фармацевту продавать эту бесполезную штуку. М-м, святых зачарования. М-м, а мне вот интересно. Если повторно зачаровать предмет, то что будет? Там добавится или убавится? Непонятно. Вот, например, посох у меня. Шанс крита плюс 2%, шанс кровотечения плюс 2%. Так, сопротивление органи. Вот это мы бесполезные бонусы. Давайте посмотрим. Скорее всего, заменится, да? Так, использовать. Да, заменились. Но это по-лучшему. Шанс уклонения и энергия плюс 13. Гораздо лучше. А больше свитков нету. Определение придется ждать, пока обновится. Рассудок 60. Так, у тебя же ничего, но рассудок-то нет. Что-то вроде бы было. Так, регенерация здоровья. Рассудок плюс 1%. Изменение рассудка, да. Покупаем. И, значит, сейчас, смотрите. Эту штуку мы едим. И пока идем, у нас рассудок потихонечку восстанавливается. Так, ладно, пошли к кузнецу. Загоним этот, иди по ноже. Как там, сапоги. Так, кузнец куда делся? Вот он. 36 всего лишь. Я на свиток, то есть, больше потратил. Вот о чем я говорил. Не имеет смысла тащить с собой предмет, если ты его не носишь. Если в перспективе не собираешься носить. Так, у тебя золота не хватит, да, чтобы купить? 6 золотых не хватает, ему. Что-то надо у него купить. Надо купить что-нибудь ненужное, чтобы продать что-нибудь ненужное. Не совсем это так звучало в оригинале, но сейчас это так работает. Может, ломик? Любой замок взламывает, но очень много места занимает. Это что-то полезное, но, опять же, много места занимает тоже. Ну, давайте отмычки купим. Что же делать-то? И сегодня я хочу найти хижину ведьмы, о которой я только читал пока что. Взял с собой карту, чтобы не заблудиться. Вот по этим вопросикам мне нужно пройтись. И где-то она находится. Скорее всего, в лесу. Так думаю, что... Может быть, сначала туда? Нет, сначала туда надо. Сначала на северо-запад. Это ближе. Посмотрим, что выйдет за путешествие. Скорее всего, я не буду собирать уже лут. Может, мне лут сейчас не особо-то нужен. Деньги я с собой тоже не взял. Но если что-то особо ценное будет, то, может быть, возьму. А так, как бы, зачем? Так, у меня на карте не обозначается место положения. Это мое. Вроде бы нет. Сейчас я нахожусь вот тут. Получается. Главное, не заблудиться. Тут лагерь разбойников тоже. Прикольно. Ладно. Пусть так. Я не против. Заодно проверим испепеление. Как работает. Так, мне надо, чтобы они скучковались опять же. Нормально. Этот вышел. У него не было, наверное, выбора. Так, как быть там? Наверное, вот так вот. Что-то здесь, слушайте, мощные, да, эти? Потолще, чем обычно. Ну, кроны, ясное дело, собирать будем. Бляха, еще. Ненавижу лучников. Как я ненавижу лучников, вы бы знали. Они, в принципе, там очень удобно стоят, но у меня на КД заклинание необходимое. Так, сейчас внизу там разбойники. Ладно. Сейчас будем разбираться по ходу. Фига себе их тут. Кого меня не вальнули? Между делом. Такое у себя, да, решение? Нет, надо, короче, идти вправо. Тут-то они вот и должны маленечко скучковаться. Хорош. Все по плану. Собакин. Что с тобой делать-то? А, это я мимо, да? Это уже я промахнулся. Бывает и такое. Ладно. Так. Лосяш, прости. Нет. Все-таки вот сюда. Вдарим. Собака должна сама сдохнуть. По идее-то, нет. 85% хрен сдохнет. Ммм, ну давайте вот так вот. Пока все под контролем. Да, сыгрей, испепеление там. Не очень подходящий момент, но ладно, попробуем. Вот так вот его разрывает. Прям огненный вихрь. Так, сейчас бы этого лучника грохнуть как-то. Интересно, он один остался или нет. Еще и блок, слушайте. Прикольно. Наверное, посохом блокирую, да? Скорее всего. Разорвало просто. Клеска, это у нас пища. Так, давайте-ка вот и лим голод. У меня еще одна есть. Так, 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 еще двое. Под магмовый дождь идут. Дружнее, ребят, дружнее. Подходим, не стесняемся. Хорош. В самый раз. Пошли собака. Он что, сам вздохнет? Нет, придется помочь. Кролик тоже, видите, нападает. Нет, кролик не дошел. К сожалению. Бедный пёс. Так, пехотный меч, фигня. Так, сука, слотов занимает кроличья шубка. Интересует меня два слота аж. Пятнадцать золота всего лишь. Ну и все. Вот такой лагерь, уже посерьезнее, чем предыдущий. Что меня радует? Отмычки перегонятся, конечно, но... Так, это что такое? Самодельный клинок? Я такого вроде не видел. Не, фигня. Так, держится обкрованный. Тряпка. Меня даже ни разу не ранили. Нет, вроде бы лучник попал или не попал, или блокировал. Единственный выстрел там. Ну, пригодится. Вот и весь лагерь. Так, посмотрим. Значит, я вот тут. Тут, я думаю, скорее всего, тоже лагерь разбойников. Да, что-то такое. Так, ну ладно, отступаем тогда вот сюда пока что. Сверху-то кто-нибудь идёт. Может, идёт, но пока никого не видно. Это что-то там осталось. О, это раболечик уже. Уже посерьезнее. Раболечик опять же любуется. Надо убивать. Он пока далеко. Что, собака? Так-то на них трогать эту фигню. Не очень хочется, но вроде мана у меня не особо-то кончается. Так, может быть, тогда мне подойти. Сначала вот этого надо убить. Так, с собаками можно дубинкой разобраться. Эту я не буду пока трагить, а то на КД уйдёт, потом хрен применишь. Смотри, вот мы сейчас взрывом-то и заденем, да? Папочки. Сразу две собаки. Это круто. Чёрт, нравится мне пирамант, если бы вот не дождь постоянный. Вообще, лучше качать, наверное, электрика. То есть... Какие у нас тут школы магии-то? Электромантия, то есть дождь усиливает урон от электричества. И криомантия. Криомантия это мороз. Наверное. Я думаю, что как бы криво. Сидела. Так он будет подходить или не будет? Непонятно. Нет, не будет он подходить. Лупим тогда, лупим. Со всех орудий. Ммм, ничего не умер. Горболетчик уже пожёстче. Чё-то он не стреляет. Обездвижен. Так. Чё происходит там? С кем-то дерутся. С волками, что ли? Да. Волки напали на лагерь бандитов. Вот это да, вот это зрелище. Может, они сейчас все скучкуются, если... Тише, тише. Меня ещё, наверное, не заметили. Если они все скучкуются, то... Я их угощу дождиком из магмы. Пока что далековато. Так, минус один волк уже. Надо быть на стрёме. Всё, минус второй волк. И дождь пойдёт вот, наверное, сюда. Или сюда. Больше никого не заденет ведь. Их, чёрт, непонятно пока, как дождь применять. Ну, а давайте пока так. Чё, может, собаки придут? Ну, пока для собачек подарок оставим. Нет, блин, плохо, плохо. Получается, толком его применить. Так, а как они выйти могут отсюда? Тут они могут выйти. Пусть снизу бегут. А дождик мы вот сюда пошлём. Собак можно и так завалить. Хорош. Чёрт, они разошлись, надо было взрыв. Так, тут у нас чё? Один процент. Собака. Тоже не особо, да? Так, давайте восприятие. Побольше крита. Шанс крита 13.5. В принципе, меня устраивает урон. Волю до 20. Всё-таки доведу. Так, пожим. Нет, дальность там хрен качнёшь. Короче говоря, дальность заклинаний, это вот безопасная дистанция, увеличивая дальность заклинаний ветки на одну клетку. Видимо, только так можно прокачать. А я-то хрен знает, как прокачивается. Чё-то не особо восприятие влияет-то. Так, ну ладно, заканчиваем с этими. Ой, не туда. Не туда я хотел слегка. 9 процентов. Нормально. Предсказуемо. Кольчугам. Тысяча стоит, да? 10 процентов. 100. Плюс ещё торговец. Где-то голдов за 30 можно. Продать слишком мало. Так, ровно 5. Волчьи шкуры. Оставлю весь лут тут. Ух ты. Более утоляю ещё. Это хорошая штука. Золотой подсвечник. Груши нельзя скушать. Как раз можно. Сейчас-то вот. Еды у меня не то чтобы много, но наверное хватит мне до идти до восточной точки туда. Вот мне ещё сюда надо зайти и сюда надо зайти. Блин, ещё через кладбище идти. И я вроде бы дошёл до вот этого сектора. Тут. Это то ли снег, то ли хрен знает. Ночью непонятно ничём. Сейчас посмотрим, что тут имеется. И опять какой-то лагерь. Да, где же тогда хижина там получается. Наверное тут. На отшибе. Ну ладно, чё. Придётся этих разбойников тоже убить, но сейчас видите, дождь идёт, но для такого пироманта, как я, это уже не помеха. Чуть-чуть побольше придётся побегать. Так, я думаю, справимся. Так, чё там у него осталось-то? Или 6%? Да, так, конечно, дольше гораздо. Убивай с дождём там. Сам сдохнет. Так, всё, кончился дождь. Но они всё ещё сырые. Так будет с каждым. Чё, всё, там больше никого нет. Нет, там ещё собака какая-то. Вот она. Так, ну-ка, подождикам. По-моему, только на плавящий луч у меня распространяется дальность повышенная. А на фаербулу вот эти вот обычная дальность. Странно. Ну-ка, сейчас перечитаю. Увеличивает дальность заглядания ветки на одну клетку. Какой ветки? Тут хрен поймёшь, да? Непонятно. Так, подождик опять. Ммм, ничего не убил. Прикольно. Так, сколько осталось хп? 26% у собаки. 18%. Опасно его взрывать рядом с собой. Так, собака сама сдохнуть должна. или вот так вот. Ещё не умер. Так, вот ей ломик. Против ломика, как говорится, нет приёмника. Можно отмычки тогда выбросить вообще. Ну, а пока потаскаю его с собой. Отмычки не буду подбирать. Да, полный инвентарь уже набился. Сейчас посмотрим. Осталось только вот эти два вопросика. И кладбище почему-то до сих пор вопросом отображается. Оно там уже было, как бы. Всё зачистил. Фиг его знает. Почему так? Ладно, последний вопросик. Осталось и всё. Нет, тут тоже лагерь. Это конец, друзья. Это конец. Короче говоря, я не нашёл эту избушку. Чёрт знает, где она находится. Все вопросики я бегал. Даже вернулся вот сюда. Полностью оббегал эту локацию. И там ничего нет, кроме заколоченного склепа с кладбищем. Видимо, это просто баг. И избушка заспаунилась там же, как и кладбище. Но кроме кладбища там больше ничего нет. В общем, избушки на этой карте просто не существует. Я дополнительно оббегал ещё и весь лес в округе. Так что ставьте лайки, если видео вам понравилось. Вы ждёте продолжения по этой игре на канале. А приключения пираманта закончились. Всем спасибо, всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok